Заметки Электрика В разрешении следующего вопроса Можно ли объединять однополюсные выключатели Однополюсно-автоматические выключатели В двухполюсные и трехполюсные соответственно Для этого проведем два эксперимента Предположим, что мне необходимо остановить щите Двухполюсный автомат с номинальным током 16 ампер Но наличие такого автомата не оказалось Зато однополюсных автоматов под рукой Целый ряд на любой вкус и цвет Так в чем же проблема? Объединим сейчас два однополюсных выключателя Два однополюсных автомата в один Путем установки перемычки на рычажках Их управления И готово Чем же не выход из ситуации? Эксперимент я буду проводить на автоматах ЕЭК ВА4729 Возьмем два однополюсных автоматических выключателя ВА4729 С номинальным током 16 ампер Установим их на динрейку Вот у меня динрейка Автоматы между собой можно стянуть Ну, чтобы они не разъезжались Можно стянуть стяжными шпильками Вот через эти отверстия Либо установить на динрейку И с двух сторон Закрепить их ограничителями для динрейки Затем берем Шпильку Скрепку Скобку Проволочку Можно использовать вот такие стандартные накладки Ну, это накладка от старых серий ЕКовских автоматов И объединяем рычажки их управления Я взял Шток Ну, или Шпильку От трехполюсного автомата Из прошлого эксперимента Ну, и вставляем ее Шпильку вот Просовываем через эти отверстия Автомат готов к эксплуатации То есть, нареканий, в принципе, к автомату нет С помощью объединенного рычажка Он без проблем включается Отключается То есть, при ручном управлении Нареканий к нему нет Ну, вы уже догадываетесь Что я не просто так снимаю данное видео И написал об этом отдельную статью В чем же здесь подвох? А сейчас вы все узнаете Проверим работоспособность Такого автомата С объединенными рычажками Путем прогрузки его полюсов Для проверки расцепителя автоматического выключателя Собираем вот такую схему На зажимы первого полюса Подключаем соединительные провода От испытательного прибора RITON21 И включаем Ну, уже наш объединенный автомат Прогружать данный полюс Мы будем Четырехкратным током От номинального То есть, током 64 А Согласно время токовой характеристики На данный автомат Характеристика С При этом токе Тепловой рассыпитель Должен сработать за время От, ну, примерно От 1,7 секунды До 18 секунд Настраиваем RITON Выбираем источник Источник 3 Выход И5 Источник 3 Сделаем длительный Так, T Это секундомер Включаем T Выбираем секундомер Стандартный Старт Старт будет осуществляться При появлении тока В источнике 3 А останавливаться Секундомер будет При исчезновении При исчезновении Тока В источнике 3 Предварительно Я уже навел Здесь 64 А Так, сбросили все Параметры Включаем сейчас Устройство Запускаем ток И смотрим Так Автомат отключился При токе 63,25 А За время 3,31 секунды И что же мы видим Произошел щелчок И прогружаемый полюс Фактически отключился Это видно по току В цепи Ток равен нулю Это же можно проверить Кстати с помощью мультиметра Так, ставим на прозвонку Видите, здесь разрыв Первый полюс отключился А соседний полюс Остался включенный Но при этом Оба рычажка управления Остались включенными То есть При срабатывании Теплового рассыпителя В данном случае Теплового рассыпителя Рычажок Прогружаемого полюса Не отключился Тем самым Не отключив Соседний полюс То есть ему элементарно Не хватило механической силы Так почему же Не хватает силы Как же тогда Отключаются Двухполюсные И трехполюсные Автоматы Заводского Исполнения Да все просто Помните Я в прошлом видео Показывал Что у двухполюсных И трехполюсных Автоматов Имеется Механическая связь Между полюсами В виде вилочек Толкателей Между механизмами Их расцепления Так вот При срабатывании Одного из расцепителей Эти вилочки Приводят к срабатыванию И соседней полюсы А в нашем случае При самостоятельном Объединении Двух однополюсных Автоматов Этих вилочек Толкателей Нет Поэтому Возвратной пружине Возвратной пружине Рычажка управления Прогружаемого полюса Элементарно Не хватает Механической силы Чтобы отключить Соседний рычажок То есть Соседний полюс Поэтому Сам расцепитель То есть Силовая часть Отключается То есть Сам расцепитель Срабатывает Автомат Этот полюс Отключается Но Они объединены Механической связи Только через рычажки управления Поэтому Второй полюс Остается включенный Ну давайте Еще раз Для наглядности Проверим Для этого Нам надо Отключить Оба полюса И потом Снова Их включить Так Ну у меня Все наведено Запускаем Поехали Отключился Ток Ток Составил 63,93 Время Отключения 3,04 Секунды Ну и Ситуация у нас Повторилась То есть Оба Рычажка Остались Включены Первый полюс По силовым Контактам Разрыв То есть Полюс Отключился А соседний Полюс Замкнут В принципе И без эксперимента Уже все понятно Чем закончится Дело Но тем не менее Проверить нужно Аналогично Берем Три Однополюсных Автоматических Выключателя 24729 Установили Их Также На Динрейку Можно Скрепить Стяжками Между собой Шпильками Можно Поставить Ограничители На Динрейку Аналогичным Образом Проводим Прогрузку Автоматов Также Начнем С первого Полюса Включаем Наш Автомат Так Здесь у меня Все наведено 64 Ампера Так Поехали Отключился Автомат Вернее Отключился Его Один Полюс Прогружаем Ток В цепи Составил 63 89 Ампера Ток Прогрузки Вернее Отключился Этот Полюс За время 3,14 Секунд Как видите Ситуация У нас Повторяется Первый Полюс Разрыв Второй Полюс Замкнут Третий Третий Полюс Тоже Замкнут Давайте Ради Интереса Прогрузим Средний Полюс У нашего Автоматического Выключателя Так Готово Провода Переключил На средний Полюс Включаем Автомат Так Здесь Сделаем Сброс И поехали Отключился Средний Полюс А ситуация С рычажками У нас Вновь Повторилась Так Автомат Отключился При токе 63 48 Ампер Время Отключения Составило 2 2,45 Секунд Давайте Проверим Первый Полюс Замкнут Средний Полюс Обрыв И Третий Полюс Замкнут То есть Ситуация Повторяется Получается Что В любом Случае Отключится Только Тот Полюс Автомата В котором Возник Перегруз Или Короткое Замыкание То есть В котором Сработал Либо Тепловой Либо Электромагнитный Расцепитель И какой Тогда Смысл В таком Объединении Автоматов Многополюс Сделаем Сделаем Выводы Из Данных Экспериментов Многополюсный Автомат Это Прежде всего Соединение Между Собой Механизмов Расцепления Полюсов А потом Уже Соединение Общей Накладкой Рукояток Отдельных Полюсов Если У многополюсного Автомата Снять Накладку Перемычку Между Рычажками То он Все равно Останется Многополюсным А если Объединить Накладкой Или Перемычкой Рычажки Управления У Однополюсных У нескольких Однополюсных Автоматических Выключателей То они Не превратятся В многополюсный Все То же Самое Абсолютно Относится И к Автоматам Других Производителей На этом Все Всем спасибо За внимание С вами был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч